Защита населения от современного оружия достигается Укрытием людей в защитных сооружениях Рассредоточением рабочих, служащих и эвакуацией населения Обеспечением людей индивидуальными средствами защиты Укрытие в защитных сооружениях – основной способ защиты населения Убежище строится заблаговременно в соответствии с народно-хозяйственными планами Наиболее экономично и удобно в эксплуатации – убежища, встроенные в подвальные этажи зданий и сооружений Возможно возведение убежищ и вне зданий и сооружений Защитные сооружения, как встроенные, так и отдельно стоящие, имеют двойное назначение В мирное время в них можно разместить учебные классы Службы быта Гаражи, хранилища Состояние убежищ контролируется руководителями гражданской обороны И специалистами предприятий В зависимости от размеров защитные сооружения должны иметь 2-3 входа С предтамбуром, тамбуром или тамбуршлюзом На входах и выходах устанавливаются наружные защитно-герметические и внутренние герметические двери и ворота Аварийный выход ведет за пределы зоны возможных завалов и оканчивается оголовком Система фильтровентиляции очищает наружный воздух от радиоактивных отравляющих веществ и бактериальных средств Основные режимы ее работы чистая вентиляция и фильтровентиляция В зонах возможных массовых пожаров предусматривается режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха Нормальный химический состав воздуха поддерживается с помощью регенеративных патронов А специальные баллоны восполняют дефицит кислорода В убежищах должны быть оборудованы емкости с запасом питьевой воды Канализация, отопление, освещение и связь На случай выхода из строя внешнего источника электроснабжения устанавливаются автономные электростанции С помощью специальных приборов контролируется величина подпора воздуха Плотное закрытие дверей и клапанов обеспечивает герметичность защитных сооружений Утечки воздуха нет Убежище готово к приему людей С возникновением угрозы нападения При недостаточном количестве имеющихся защитных сооружений Строится быстро возводимое убежище Они сооружаются из готовых сборных конструкций Или из специальных железобетонных элементов В этих убежищах применяется упрощенное оборудование и фильтровентиляционные установки Для защиты от радиоактивных излучений заблаговременно и при угрозе нападения строятся противорадиационные укрытия Они способны защитить от светового излучения и уменьшить воздействие ударной волны Строительство укрытий должно быть закончено в возможно короткие сроки Укрытие безгрубочной конструкции строится в районах со слабыми и сыпучими грунтами У входа отрывается водосборный колодец А в противоположном торце устанавливается вентиляционный короб или простейший вентилятор Это укрытие возведено из хвороста Оно рассчитано на 10-15 человек В промышленных районах при возведении противорадиационных укрытий Используются сборные железобетонные элементы Их строят на 10 человек и более Возводят защитные сооружения из бетонных труб диаметром от 170 сантиметров и выше Под противорадиационные укрытия могут быть приспособлены различные заглубленные помещения Подвалы, подполья и погреба ослабляют действие радиации в несколько сотен раз Для увеличения защитных свойств помещений необходимо произвести дополнительную обсыпку грунтом стен и перекрытий Герметизировать притвор двери Тщательно заделать все щели Окна закладываются кирпичом Кроме отверстий для установки приточного и вытяжного коробов Снаружи короб должен быть защищен козырьком Продукты питания и воду необходимо хранить в плотно закрытой таре При сигнале воздушная тревога прекращается работа Люди организованно направляются в убежище За поддержание порядка, дисциплины и организованности внутри убежища отвечает звено в составе командира и постовых Для оповещения используется радиотрансляция и телефонная связь Подается сигнал «Закрыть защитное сооружение» Убежище и укрытие являются наиболее надежным средством защиты от оружия массового поражения Одним из основных способов защиты населения является рассредоточение и эвакуация Под рассредоточением понимается вывоз и размещение ближайшие районы загородной зоны рабочих и служащих, продолжающих работу в городе в военное время Эвакуация — это вывоз или вывоз рабочих и служащих остальных предприятий и незанятого на производстве населения в более отдаленные районы загородной зоны Невоенизированное формирование гражданской обороны целесообразно размещать в загородной зоне вблизи маршрутов выдвижения Рассредоточение и эвакуация осуществляются, как правило, комбинированным способом То есть одновременным вывозом населения различными видами транспорта и выводом его пешим порядком Планирование и проведение мероприятий по рассредоточению и эвакуации осуществляют эвакуационные комиссии Которые работают под руководством местных советов и руководителей предприятий Услышав сообщение о начале рассредоточения и эвакуации, население берет самые необходимые вещи Индивидуальные средства защиты, плащи, резиновую обувь, документы К детской одежде пришивают бирку с фамилией и именем ребенка Запас продуктов должен быть на 2-3 дня Общий вес багажа не больше 50 килограммов на взрослого человека В установленные сроки люди направляются на сборный эвакуационный пункт городским транспортом или пешком Эти пункты обычно размещаются в общественных зданиях На сборном эвакуационном пункте население регистрируется, распределяется по видам транспорта и формируется в колонны Вблизи должны быть оборудованы защитные сооружения Пешие колонны формируются по производственно-территориальному принципу То есть по предприятиям, организациям, учебным заведениям и домоуправлениям Численность пешей колонны от 500 до 1000 человек Эвакуацию пенсионеров, инвалидов, неработающих, организуют домоуправления Транспортом вывозятся рабочие и служащие объектов, продолжающих работу в городе И население, которое не может передвигаться пешим порядком На станциях оборудуются медицинские пункты, защитные сооружения Выставляются посты наблюдения и охрана общественного порядка Вывод населения пешим порядком планируется, как правило, на расстояние одного суточного перехода Начальнику пешего маршрута штаб гражданской обороны города вручает схему марша Где указывается длина маршрута, численность колонн, их номера Малые привалы назначаются через каждые час-полтора на 10-15 минут Во второй половине суточного перехода назначается большой привал на 1-2 часа Сюда доставляется горячая пища, предметы первой необходимости Проводятся беседы о военно-политической обстановке, о важнейших решениях партии и правительства На случай воздушной тревоги здесь должны быть укрытия Если места постоянного расселения находятся далеко от города, назначаются промежуточные пункты эвакуации Организуется отдых, питание, медицинское и бытовое обслуживание Здесь также должны быть укрытия В места постоянного размещения люди отправляются всеми видами сельского транспорта или пешком Прибывших людей руководители хозяйств обязаны расселить, проявить заботу о питании, обеспечить работу Люди из города эвакуированы, но предприятия, продолжающие работу в военное время, действуют Замена рабочих смен производится по единому городскому графику в разное время суток К концу смены из места рассредоточения приедут отдохнувшие, чтобы встать у станков для продолжения работы Те, кто закончил смену, уедут на отдых в загородную зону Гражданская оборона входит в комплекс оборонных мероприятий нашей страны и носит общегосударственный характер Главная ее цель обеспечить защиту населения от оружия массового поражения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова